Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях художник Екатерина Гончарова. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте! Для начала давайте, наверное, познакомимся со зрителями. Несколько слов о себе. Чем вы увлекаетесь? Каким видом творчества? В основном увлекаюсь, естественно, изобразительным видом творчества. У меня это с детства. И сейчас уже я этим занимаюсь профессионально, вместе со своим мужем, с которым мы вот открываем мастерскую, о которой пойдет у нас речь сегодня. Значит, занимаюсь как иллюстрированием литературных произведений, и в основном получается так, что детских. Ну и также даже, которые сама писала. У нас двое детей, и вот с появлением первой дочки творчество пошло в русло иллюстрации. Стала писать сказки и делать к ним картинки. Вот. Ну а дальше вышла на издательство, и все это уже как-то стало очень серьезно. Вот. Ну, помимо всего, была получена академическая база, вот, которой сейчас хочется делиться. Вот. Так как два года живем в Рязани, и здесь художественное училище, в котором мой муж преподавал, и видим, что людям это нужно. Есть много тех, кто интересуется, тех, кто стремится улучшать свои знания и получать какой-то опыт, вот, и мы понимаем, что мы можем его дать. Ну, собственно говоря, именно для этих людей вы и собираетесь открыть художественную мастерскую. Да. Да. А также для тех, кто только начинает и, может быть, сомневается, а может он или не может, можно прийти и просто попробовать. Давайте чуть подробнее о мастерской. Как вообще появилась идея ее открыть? Для кого она предназначена? Кто к вам сможет туда обратиться? Идея ее открыть появилась очень просто, потому что мастерская довольно большая. Вот. До этого мастерская была только у Дениса. Ну, я оговорюсь тоже, что мы там вдвоем с мужем. Он преподаватель Денис Чернов, художник-график в основном, ну, и живописец. Вот. Преподаватель академического рисунка и пластической анатомии и живописи. Вот. И до этого мастерская была только у него, и она была поменьше. К нему тоже, конечно, ходили ученики, но в таких более камерных, скажем, условиях это все было. Вот. А когда мы приехали жить в Рязань, как-то закончились все организационные моменты, и мы стали вливаться в художественную жизнь, так совпало чудесным образом, что вот нам досталась эта мастерская. Нас взяли в Союз художников России. Вот. И как раз так вышло, что нам предложили ее. Вообще, я так поняла, это сложно получить мастерскую, но нам повезло. Вот. Она так и... Ее номер 24-й был в Доме художника. Прям лучше не придумаешь, где у вас мастерская в Доме художника. Вот. И мы когда туда зашли, мы прям просто сразу поняли, что это место, где можно не только самим творить и развиваться, но еще и кому-то позволить такую возможность дать. Наверное, так часто случается. Все мы о чем-то в детстве мечтаем. Но не всегда эти мечты исполняются. У кого-то нет возможности, у кого-то нет времени, у кого-то родители не прислушиваются, да, к мнению и желанию детей. Дети вырастают, становятся взрослыми, все с теми же мечтами. Вот. Можно ли прийти к вам человеку, который вообще ничего не умеет, никогда не пробовал, но очень хочет научиться? Это реально прийти и с нуля научиться красиво рисовать? Это реально при трех условиях. Огромное-преогромное желание, в первую очередь. Второе – трудолюбие. И третье – это именно уже возможность человека прийти в какое-то время, потому что тут уже расписание, там все мы люди, все заняты, помимо своих мечт, которые надо воплощать, всем надо как-то жить еще. Вот. Поэтому, но самое главное – это трудолюбие. В общем, может к нам прийти любой, было бы желание, вот. И мы сможем со своей стороны помочь. Дело в том, что помимо того, что мы можем готовить как к поступлению в то же художественное училище, то есть академическая база, натюрморты, фигуры, экоарше, там все как по правилам, да. Если человек, например, ну много людей, да, которые там любят сидеть, какие-то рисовать там узоры, ну то есть у них это больше направлено, и там, например, им это не нужно. Бывает, что человек там в 30, в 40 лет понимает, что вот ему хочется, но он хочет как-то немножечко понять какие-то вот моменты, которые ему помогут совершенствоваться вот в том, что он умеет. И он уже не хочет учиться, вот эти кубики ему там не нужны. То можно, конечно, просто ходить там, это как композиция, графика, то есть пробовать разные материалы, какие-то техники. То есть в этом плане мы тоже можем помочь даже человеку, который вообще считает, что он не умеет. Ну, я не говорю, что давайте все к нам, сейчас все будут замечательно рисовать, там вообще не проблема, а нет, конечно. Но если очень большое желание, и человек пробует, пробует, то мы со своей стороны будем содействовать, помогать. С Вашей точки зрения художественное творчество такое в качестве хобби. Чем оно может быть полезно для современного человека с нашим ритмом жизни, с нашим, наверное, некоторым неумением отдыхать? Оно в первую очередь, наверное, будет полезно даже в обычной жизни, например. Оно используется совершенно во всем. Нужно оформить детский праздник. Например, нет у тебя там средств заказывать у какого-то дизайнера. Пошел, сделал все сам. Я своему ребенку двум дочкам оформила все день рождения сама. Но я имею в виду именно в эмоциональном плане. Вот вы, я смотрю, сегодня вы пришли со своими работами, да, такие невероятно красочные. Мне кажется, что вот в плохом настроении такое нарисовать просто невозможно. Что дает творчество именно в эмоциональном плане? Вы когда садитесь рисовать, не знаю, может быть, у вас настроение повышается. Может быть, вы действительно отдыхаете душой. Да, есть такой момент, что, например, когда мне не было возможности из-за того, что дочка маленькая была, я не могла вообще совершенно рисовать. И я прям страдала. Действительно, мне было очень плохо, потому что у меня роятся все эти идеи. Я прям вижу готовые картины, а сделать не могу. И поэтому вот человеку творческому, мне кажется, очень важно иметь возможность выплеснуть все это наружу. Потому что если это все в себе копить, ну, как бы такие профессии творческие, да, художник, музыкант, там, актер, мы все ориентированы на зрителя так или иначе. И когда мы не имеем возможности все это показать и поделиться с людьми, я стараюсь, чтобы мои работы как-то радовали людей. Давайте вернемся к вашей мастерской. Она уже открыта, она начала работать или... Да. Да? Да. Уже даже приходили первые ученики. Вот в воскресенье у нас намечается еще два человека. Ну, пока мало, конечно. Пока мы там своими какими-то путями через интернет где-то пытаемся выложить информацию. Вот вам спасибо большое, что пригласили рассказать, ну, потихонечку. Кать, если люди захотят что-то чуть более подробнее узнать, каким образом с вами можно связаться? Найти где-то в социальных сетях или вот просто приходить в Дом художника, в мастерскую номер 24? Ну, просто прямо приходить можно прийти, а там будет закрыто, потому что там есть, ну, как, мы так составили более-менее расписание, когда мы там точно там, плюс есть группа ВКонтакте, художественная мастерская 24, вот, и можно по номерам телефонов просто с нами связываться, которые в той же группе есть. Ну, что ж, Кать, большое спасибо, что сегодня согласились к нам прийти. Спасибо за то, что, ну, вот, вы такие люди позитивные, хотите что-то сделать и для города, и для людей. Мы вам желаем удачи, надеемся, что у вас будет очень много учеников, и что, возможно, кто-то осуществит свою детскую мечту. Спасибо большое. Ну, что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»